какова география присутствия вашей сети сколько у вас торговых точек на сегодняшний день география сети нашей представлена в поволжском федеральном округе это территория татарстан мариэл чувашия башкирия удмуртия и кировская область это 23 гипермаркета 2 супермаркеты 7 универсамов и также у нас представлена есть сеть дискаунтеров это порядка 60 магазинов это сеть находка если говорить о доле собственного производства примерно какую доля собственного производства в гипермаркетах в среднем занимает 11 процентов но она варьируется в зависимости от формата магазина от 3 с половиной процентов до 25 и 27 процентов и вы провели централизацию мы провели централизацию собственного производства поставок готовой продукции поставок сырья то есть мы создали фабрику кухни которая включает в себя мясной цех овощной цех хлебобулочный цех перемены цех почему это потребовалось сделать чем не устраивала старая схема работы старая схема работы не устраивала тем что удаленность объектов необходимо было распыляться на специалистов которые должны были работать удаленно не не было возможности применять новейшие технологии по производству продукта это невозможно было использовать оборудование которое могло быть наивысшее производительное то есть и все эти вопросы мы централизовали в отдельном производстве то есть у нас появилась централизованные слоеные изделия производства шашлыков производства колбас деликатесов купат цех корейской моркови то есть с корейскими продуктами запустили соленье маринования то есть все это более технологично чем производить на местах и более производительно на единицу продукта на единицу человека и тем самым повышает и качество продукции и соответственно его ну объем производим продукции а до этого у вас были цеха в каждом крупном магазине или было просто несколько таких же каждом гипермаркете представлены полноцикловые цеха то есть но производительное и технологичные продукты не везде производился то есть эти позиции невозможно они в принципе не все были представлены даже на каждом цехе получается каждого гипермаркета то есть мы добавили ассортимент добавили более технологичное оборудование расширили его частично оптимизировали все то что нецелесообразно было производить а получается ну нужно же было заново а логистику все отстраивать но логистика на самом деле она уже была отстроена потому что есть распределительный центр который существует набережных челнах и который уже априори разводит продукцию сети то есть к нему присоседили вас нет мы решили в свое время что это будет не совсем правильно потому что это мы на этом теряем ценные сроки то есть один двое суток которые проходят через распределительный центр поэтому мы так скажем присоединились к этому проекту и воспользовались логистическими услугами распределительного центра который уже нам выделял транспорт и напрямую мы развозили уже с фабрики кухни на магазин ну вот вы сегодня на сессе общались с коллегами слышали наверное чужие кейсы вообще сильно отличается вот то чем гордятся коллеги федералы свою вот эту инновационность представляет от того что есть у вас вы знаете есть было ощущение дежавю поясню потому что то о чем сейчас федеральные сети заявляют мы на самом деле начали централизовать это получается 5-6 лет назад и так скажем тут путь который они сейчас начали мы уже его прошли мы его очень много из него опыта изъяли очень много шишек набили но тем не менее этот путь уже в нашем случае пройден то есть мы централизовали мы начали поставлять готовую продукцию при этом мы все еще имеем конкурентные преимущества перед сетями которые федеральные при этом они сейчас заявляют все-таки централизацию я так услышала центрального округа то есть москва и так далее то есть регионально они пока еще не заходят то есть это у них еще предстоящий ну они планируют нижний новгород да то есть моя территория она еще даже не охвачена поэтому там мы все-таки все остаемся лидерами а вот вы сказали шишек набили можно поподробнее какие были трудности внедрения шишек набили это сегодня вот обсуждали в кейсе все-таки централизация производства подразумевает и постановку финансового учета и постановку заказ поставкой и отладка логистики и обучение персонала и технологические задачи которые ставятся перед специализированными сотрудниками то есть в каждой из этих тематик были свои сложности ну и сегодня не единожды затрагивали тему меркурия все-таки постановка именно портеонного учета именно отслеживание продукта от производителя до полки это тоже вносит свои ремарки вносит свои задачи перед производством и там были шишки так скажем и по личной неопытности наших сотрудников и по внешним факторам когда не все производители были готовы перейти на эту систему говорят что когда в компании просил какие-то глобальные перемены априори к ним готовы не больше 15 процентов сотрудников остальные это воспринимает так или иначе с трудностями либо вообще стоит в оппозицию как было у вас любое новшество в любой компании воспринимается часть персонала активно воспринимает как освобождение от тягот и лишений предыдущей жизни а часть персонала причем это большее действительно часть воспринимает как так скажем агрессию или возможно какую-то угрозу их работе или оптимизации их работы и так далее поэтому вот почему сегодня обсуждали именно пять лет это долгий кропотливый труд при этом я не сказал что мы остановились на достигнутом то есть это все еще путь по которым мы идем по которым мы проводим все еще увеличение производительности улучшение условий труда персонала то есть мы постоянно проводим проверки по втр то есть по оснащению рабочих мест по их освещению по их удобству по оптимизации именно пространство вокруг них соответственно да сложно да долго но именно этот путь приводит стандартизация именно качество продукта если говорить о плюсах и минусах новой работы системы вот что вы выделите в явные плюсы а что в явные минусы не бывает так что все прям нет все точно не вау плюсы и минусы централизации если говорить то плюсы явное это управляемость качества и увеличение объема производимого продукта потому что это более технологичная более емко производительно минусы данной позиции именно не каждый персонал бы право готов к этому перейти к этому системе и ну наверное так скажем этот путь еще нами был пройден только впервые и никем не был пройден до этого поэтому это так скажем усложняло этот тернистый путь и мы набивали шишки только на собственном опыте они на опыте тех же например крупных сетей но в целом не вижу глобальных минусов все-таки я считаю что вся россия по этому пути будет идти продолжать вот централизации собственно производства как я какая-то новая продукция у вас появилась возможности для производства и вот того же тех из каю которых у вас не было да это линия слоеных изделий это тесто слоеные это слойка сладкая дрожжевая бездрожжевая несладкой всевозможными добавками это ассортимент колбасного цеха это ремесленные колбасы деликатесы это полуфабрикатное направление это по домашним рецептам перемене манты хинкали то есть все то что производится уже на оборудование не руками на местах из там не знаю то есть это именно по уточненным рецептам по технологиям но и как я вот обсуждал что это шашлыки централизации дает очень большой бурный рост и объем ваши основные поставщики это какие-то локальные компании ли это какие-то глобальные компании как локальные крупные локальные местные производители татарстан то есть мы пользуемся конечно в первую очередь с ними потому что это маленькое плечо доставки это соответственно лучшие условия закупа так и с федеральными мы работаем тут же мироторг по которому приобретаем в той или иной сезон мясо на самом деле когда мы централизовали поставку готовой продукции сырья через фабрику кухни мы можно сказать этот процесс начали заново потому что сырье теперь поставлялась в единую точку это были новые договора новые спецификации новые условия естественно когда ты поставляешь в одну точку это цена лучшая цена закупа это уже априори делает лучше экономику подразделения второй момент так как работают директор по качеству руководители по главным технолог соответственно прописываются стандарты предприятия под которые уже подписываются доп соглашение с поставщиками и они уже работают по нашим стандартам так скажем уточненным гостом которые требуются на нашем предприятии то есть вы новых набирали после нет это были те же поставщики но теперь уже с доп соглашением на изменение договора о том что у нас уже не требуется разводка по местам не требуется дополнительно логистические затраты и требования к качеству уже другие потому что на местах это одно локально центральная поставка тоже совершенно другое если гореть каких-то еще планах на развитие что сейчас у вас приоритете мы планируем продолжить оптимизацию именно в разрезе потерь то есть мы хотим централизовать поставки салатов готовой кулинарии запустить технологию sweet до готовки на местах и до конца развить специфику именно выпечки готовой кулинарии в разрезе доставки замороженных пирогов мелко штучки национальной выпечки и соответственно местах только до готовки